Успеть спасти и потушить пожарно-тактические учения сотрудники МЧС проводят регулярно. От стандартной эвакуации они отличаются тем, что на объекте создаются условия чрезвычайного происшествия, максимально приближенные к реальности. Так, сегодня во Владимирском музыкальном колледже от дыма сработала пожарная сигнализация, и из здания началась незамедлительная эвакуация. Внимание! Здание пожар. Продолжение следует через ближайшее время. Первые пожарные расчеты прибыли через считанные минуты. На месте был развернут штаб пожаротушения. Представитель колледжа доложил сотрудникам МЧС. Всего в здании находилось 242 человека, из них 158 студентов. По предварительной информации, два человека выбраться из горящего здания не смогли. В здании колледжа на третьем этаже находятся два пострадавших. Готовлю длинного ДСС на проверку помещения спасения на третий этаж. В ходе разведки выяснилось, что в горящем здании находятся 4 человека. Троих вывело звено газодымозащитной службы при помощи спасустройств. Для спасения еще одного человека потребовалось задействовать автолестницу. По легенде, молодой человек находился в одной из учебных аудиторий и не смог вовремя выйти через эвакуационный выход. Спасатели вывели его через окно. Спасли из горящего здания сотрудники МЧС и своего коллегу. Согласно одной из водных, в ходе разведки помещения у командира звена газодымозащитной службы вышел из строя дыхательный аппарат. Проверили аппарат визуально, все ли работает. Пробит условно шланг дыхательного аппарата, который идет в подмасочное пространство. И уже надели на него спасательное устройство и вывели на свежий воздух. А далее, после спасения людей, пожарные приступили к ликвидации возгорания. По легенде, пожар начался в библиотеке на втором этаже. Огонь бушевал на 130 квадратных метрах. Всего в пожарно-тактических учениях приняли участие от МЧС России порядка 40 человек. Для ликвидации этого условного ЧП были задействованы 8 автоцистерн, автолестницы и автомобиль дымоудаления. Мы на местности отработали прокладку рукавных линий, подачу стволов, спасение по таким путям эвакуации. И мы корректируем свои действия как раз на этих учениях. И нам говорят, скажем так, посредники, которые следили за проведением учений, где бы лучше, может быть, было бы прокладывать рукавные линии, где лучше, с какой стороны подходить и тушить, как лучше эвакуировать. Главная цель подобных учений – в очередной раз отработать практические навыки сотрудников пожарных подразделений. В том числе это умение быстро ориентироваться в сложной и изменяющейся обстановке. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».